Привет YouTube! Привет подписчикам и зрителям канала Technics Reviews! Сегодня я показываю мастер-класс, как обшить брошь, изготовленную из бисера и бусин или страз. Например, вот есть брошь пчелка, она обшита русским способом, так называется, русский способ обшивки, когда бисерины смотрят боковой поверхностью наружу. И вот есть брошь каменный цветок, который обшит американским способом. Здесь бисерины смотрят отверстиями наружу, а вперед смотрят боковой поверхностью, то есть вот в таком виде. Мы видим боковую поверхность, а в таком виде мы видим отверстие бисерин. Сегодня как раз я хочу показать, как обшить брошь американским способом. Почему? Потому что такой способ обшивки делает край жестким, то есть вот край абсолютно закрепленный, хороший. Поэтому я предпочитаю именно такой способ обработки края изделия. Ну и как мы видим здесь есть лицевая сторона, на которой нашита. Она располагается как обычно на фетре. Вот я сделал имитацию, то есть бисер. Это вот так вот. И вторая часть, которую я приготовил, это кожа. Кожа это обратная сторона. И сейчас мы начнем это обшивать. То есть вот бисер, вот кожа. Они вот так вот закреплены. Для того, чтобы обшить, я использую вот такая вот леска 0,15-100 метров или же вот такая вот нить Титан-100. Она бывает разных цветов. Белая, черная, желтая, какая угодно, коричневая. Я сегодня делаю мастер-класс и поэтому перед вами имитация. То есть вот имитация фетра с нашитым бисером, вот имитация кожи обратной стороны броши, вот имитация бисера и это имитация той лески, которой мы работаем. Она сложена вдвое и завязан узелок. Я именно так всегда и работаю вдвое. Первое. Нужно закрепить нить в изделии. Лицевой стороной всегда ко мне располагаем к себе и закрепляем узелок между вот здесь, между фетром и кожей. Вот так вот. Вот узелок спрятался. После этого нанизываем бисеринку на нитку и вкалываем в этом же месте или близко через оба слоя, через фетр и через кожу и затягиваем. Вот что у нас получается. Далее. Заходим с этой стороны. Вот я показываю. То есть мы прошили на эту сторону, а заходим с этой стороны. И подтягиваем нить. И как видим у нас бисерина располагается отверстием на боковой поверхности. Опять нанизываем бисерину, отступаем расстояние равное половинке бисерины и через оба слоя проводим, как и в прошлый раз. Вот то, что у нас получилось. Теперь мы опять заходим отсюда в бисерину и подтягиваем то, что у нас получилось. То есть подтягиваем всегда за нить или за леску. Ни в коем случае не за иглу. Потому что если подтягивать за иглу, то может произойти то, что вот в этом месте контакта иглы и нитки, нитка разорвется. Запуталась у меня тут что-то нитка. Ну ладно, я дощу уже и так. То есть вот. Дальше. Идет очередная бисерина, прокол и вход с этой стороны. Показываю дальше быстро. И вот таким образом мы получаем заделку края изделия. Так как это вот именно на этой броши. Могу еще сказать, почему я всегда держу изделие лицом к себе. Потому что я люблю обрезать близко к краю изделия. Для того, чтобы не было зазора между обшивкой и краем узора вышивки. Потому что в этом случае тут остается поле свободное. А если я обрезаю непосредственно по бисеру край и так вот обшиваю, получается очень красиво. Но я вижу, куда мне нужно уколоть. И смотрю на обратную сторону, для того, чтобы это тоже было более-менее равномерно. Хотя, в общем-то, если рассматривать, то вряд ли здесь можно найти какие-то грехи. Просто нужно работать всегда аккуратно и все будет хорошо. И еще хочу сказать, что когда мы обошли всю брошь вокруг, то от вот этой последней бисеринки мы приходим вот к этой первой. Так вот, когда мы вышли из последней, то в первую мы также должны зайти сверху. То есть вот отсюда. То есть вот здесь у нас будет бисерина, с которой мы пришли, закончили. И мы из нее заходим в эту. Тогда у нас общая картина обшивки, вот эта, сохранится. Вот так вот просто, быстро и наглядно я вам это продемонстрировал. И я в дальнейшем буду показывать уроки на таких же вот макетах, для того, чтобы это было действительно понятно и наглядно. На сегодня пока все, подписывайтесь на мой канал, кнопочка будет на видео. Рекомендуйте друзьям и наверняка я смогу вам показать полный цикл изготовления вот таких вот брошей, украшений, как те, которые я сейчас вам показываю, которые представлены на моем канале. Ссылка на канал с полным спектром всех изделий, которые я изготовил, этих вот именно украшений, будет тоже под видео. На этом сегодня все. Пока-пока.